Тверская земля После революции костел сначала был закрыт, потом разорен, а со временем и полностью снесен. К идее возрождения храма тверские католики вернулись лишь в 90-х годах прошлого века. Ко мне обратились просто как к архитектору. Я не католик, я православный человек. Но вообще для архитектора проектировать храм – это, наверное, одно из самых интересных сооружений, потому что это наиболее образное, особенно, наверное, даже, можно сказать, католический храм интереснее, чем. Потому что в русском православном его тоже очень интересно проектировать, но очень много канонов. Конечно, было очень интересно проектировать сам объект. Место, в котором он размещен, тоже очень само по себе интересно, и завершение улицы Советской. И там надо было, с одной стороны, очень аккуратно сделать, с другой стороны, чтобы он как-то все-таки так не пропадал. Причем это только на первый взгляд кажется. Что нам стоит храм построить? Нарисуем, будем петь. Хвалу Господу. Но церковь – это не хрущевка, которую можно поставить как угодно. Строителям выделили конкретно очерченный участок. Причем не где-нибудь, а в историческом центре. У нас стояла задача как бы вот решить в квартальной застройке посадку этого собора. И здесь возникала такая вот одна проблема. Дело в том, что вообще церковь, они должны ориентироваться все-таки восток-запад. А квартал и сам участок был ориентирован несколько все-таки под другим углом к сторонам света. Ну, в общем-то, мы выяснили, что тогда выяснили. Сейчас уж, наверное, не надо ничего выяснять, у нас опыт появился. Что, в принципе, в квартальной застройке церковь может ориентироваться не по сторонам света. То есть в этом нет каких-то особенных таких серьезных нарушений. Вот. Тогда у нас как бы собор нормально четко сел в квартальную застройку. Алексей Жоголев вспоминает, что католический костел в Твери состоялся в первую очередь благодаря энергии отца Ричарда, со столь знакомой тогда россиянам по сериалу «Санта-Барбара» фамилии Мейсон. Именно он ухитрялся находить спонсорские деньги на строительство собора, который, по его убеждению, однозначно должен был стать как можно более заметным зданием в округе. При этом отец Ричард, иностранец, который и в России-то жил безгоду неделю, тут же сумел наладить отношения с соседями-мусульманами. Была планерка какая-то очередная по стройке, прибегает из мечети какой-то служитель, может, и он там настоятель, я не знаю. Вот он говорит, у нас там канализация засорилась, тросика у вас не найдется. И вот этот отец Ричард, он начал что-то суетиться, искать, там нашел тросик, побежал помогать, значит, чистить. То есть, в общем-то, отношения совершенно нормальные, соседские, человеческие у них там сложились. Скончавшись в 2002 году, отец Ричард лишь немного не дожил до освящения костела. Оно состоялось в 2003-м. Так Тверь получила одну из самых необычных на тот момент новостроек. Кто-то скажет, что это, ну, не самый большой храм, но на самом деле для полумиллионной и некатолической русской Твери это очень значительное сооружение. Как рассказывал прежний настоятель храма, отец Владислав, он был очень удивлен, что в Твери есть такой большой католический собор. И, как он сам признавался, по вечерам ему даже было несколько одиноко бродить по этим громадным помещениям. Ну а нынешний наставник храма отец Марек говорит, что он в полном восторге от архитектуры Тверского собора. Очень красивая архитектура – это постмодернистская неоготика. Так определяет стиль собора Алексей Жоголев, говоря, что с самого начала не ставилась цель дословно скопировать ту средневековую готику. Здесь есть несколько моментов. Во-первых, ну, всякое время это своя архитектура. Повторять, вот там, грубо говоря, дословно, вот все цитаты готические – это, ну, наверное, просто чрезмерно. И потом, действительно, это очень дорого. Вот. Потом, в сегодняшнее время, ведь как получается, в архитектуре существует масса примеров соборов, которые строят сегодня, там, построены за 20 век. И, конечно, они уже не носят тех черт, вот этих вот пришедших из истории, что ли. Они не готические, они не классические какие-то. И вообще сегодняшнее храмовое, ну, католическое, там, я не знаю, христианское, будем так говорить, строительство, оно, они, эти соборы, больше похожи даже на дворцы культуры, там, я не знаю, там, концертные залы, что ли. Вот. А у нас все-таки, ну, в России несколько консервативное отношение к религиозным постройкам, и поэтому мы решили, что обязательно нужно вот этот вот оттенок, вот, ну, как бы онтологичный, что ли, вот, оттенок вот исторический, мы должны все-таки внести. Поэтому мы взяли, как бы, за основу где-то базилику, то есть это трехнефное вот это вот, как бы, сооружение. Внутри оно даже немножечко прочитывается, там есть у нас, как бы, вот эти вот такие два не сильно выявленных, но два существующих боковых нефа, центральное пространство. Да, да. Вот. И композиционно мы так сбили, что ли, вот такую симметрию, то есть сместив колокольню к одному краю и несколько так вот повторив контур самого фасада церкви, в, как бы, в сечении колокольни, так, ну, сделали, вот, как бы, такой вот, несколько такую игру пластики, что ли, вот. Но в то же время применили приемы вот это вот из, опять же, из истории, то есть у нас появились контрафорсы, вот. Это очень красивый элемент, я не знаю, может быть, это там будет так вот сказано не совсем корректно, но мне уж очень хотелось, чтобы вот эти вот косые стенки, вот эти вот, они появились, ну, с такими острыми крышами, вот эти вот появились, и, наверное, вот это вот сказалось тоже, когда мы проектировали собор, вот этот вот эффект, вот это вот оттенка готики. Конечно, сегодня это нео-готика, будем так говорить. Нео-готика даже, можно сказать, ну, постмодернистская, что ли, вот. Хотя в то же время, ну, здесь не столько идет цитирование какое-то, вот, потому что постмодернизм – это цитирование, вот, сколько речь идет именно о применении каких-то, вот, именно образов, что ли, из представлений о, там, вот, о готическом или, там, о каком-то католическом храме, вот. Современным языком произнесенные вот эти вещи. Нео-готика нео-готикой, но внутри это, конечно, классический католический храм, с его непременными молитвенными скамейками, исповедальными комнатами, ну, и, конечно же, витражами. Без них трудно представить себе настоящую католическую церковь. И еще одно важное отличие католического храма от православного – это отсутствие иконостаса. Вместо него здесь алтарная преграда. Над всем пространством доминирует изрядных размеров распятие Христа. Ну, и, конечно, человека православного поражает большое количество статуй в католическом храме. О них нам рассказал настоятель отец Марок Тачаковский. Коренной варшавянин, довольно бегло говоря по-русски, хотя и с изрядным акцентом, он провел для нас настоящую экскурсию по собору, подробно рассказывая о каждой святыне. Например, вот это – Божья Матерь Фатимская. В 1917 году в португальской деревне Фатимы в течение полугода она являлась трем крестьянским детям. Так явилась Матерь Божья в Фатиме, Фатима – деревня в Португалии, в 1917 году. Мать Божью выделили Уцья 10 лет, Францисек 9, Жасинта 7. Францисек Жасинта скоро умер ребенками. Уцья стала монахиней. Иисус обещал Уцье непорочное сердце Марии сохранить Россию. Это задача для ней. Или можно перевести с португальского – непорочное сердце Марии спасет Россию. Это задача для ней. Очень важно для русского народа. А вот это список со знаменитого образа Божьего милосердия. Написано по указанию сестры Фаустины Ковальской. Она родилась в 1905, умерла в 1938 году в Низуе Можьи. Ей многократно явился Иисус и Матерь Божья. Иисус просил, чтобы она написала такую икону с надписями «Иисус попал на тебя». Особое любопытство вызывает список с иконы Божьей Матери Гваделупской. В 1531 году индийец Жуан-Диего увидел Матерь Божью на холме, на горе. Это было в декабре. Мать Божья просила, идти до епископа и просить, чтобы в этом месте, епископ построил храм в этом месте. Жуан-Диего пошел до епископа, а епископ с паницу Марага ответил, но я не знаю, это истинно или нет, пусть Матерь Божья отдал какой-то знак. Он пошел на встречу с Матерь Божью, сказал просьбе епископа, кроме того, чтобы в декабре мороз, снег, камни на холме, Мать Божья показала ему цветы. Возьмите цветы и занес для епископа как знак. В католическом храме любопытство вызывают не только многочисленные статуи и прочие святыни. Наше внимание привлекла и эта конструкция. Эта декорация закрывает движим и вертеп, которые открывают в периоде Божьего Рождества. Езус родился в пещерце, не в доме из дерева. Там, с датой декорации, есть пещера. В пещерце фигуры Езуса Матерь Божьей святого Иосифа. Воку пещеры ходит такое кольцо, на этом кольцу есть овцы, пастухи, и они идут до Езуса. Кольцо крутится, и там другие фигуры изменяют свое положение. Так что движимый вертеп в периоде Божьего Рождества. Место службы священника – это не только кафедра, но и, например, служебные помещения, в частности, ризница, рассказывает отец Марек. Конечно, здесь хранятся и сами ризы, добавляет настоятель храма, с удовольствием демонстрируя нам гардероб католического священника. Здесь называется «Алба», «Алба», «Алба» на латынском, то есть «бяла», то есть для местранков и священников, такая одежда. А тут «Орнати», «Орнати» – верхняя одежда. Я покажу, на разные периоды, разные цветы. Например, здесь, мать Божьего, с Гвадалюка, о чем мы говорили, в Мексико-сити. Здесь, например, непорочная страция Матери Божьей. То есть, а вы всякий раз одеваете разные, что у вас по настроению? Разные. Нет, расскажу. То есть, например, тот, что образ Иисуса побывал на тебя. То есть, например, специальный «Орнат» на Пасхе. Более красивый, более… Иисус Альфа Йомега, Пасхау, свеча, на кресте Иисуса уже нет. На обратной стороне «Агнез Божий», «Аллилуйя». То есть «Орнат» на Пасхе. Белый цвет пользуется в периоде Божьего Рождества, Пасхе, в праздники Торжества Матери Божьей, Пана Иисуса Матери Божьей и святых, которые не были мученики. Красный цвет пользуемся в Торжестве Сосовшедшего Духа и в память дни, посвященном памяти мучеников святых. Фиолетовый на похороны и на Великий Пост и Адвент. Зелёный – Радовое Время пользуемся. Золотый, может быть, по разных случаях. Но ещё резница – это, по сути, мой рабочий кабинет, добавляет отец Марок. Я здесь принимаю людей, которые приходят взаимно разговаривать. И здесь есть уроки, богословия, священное писание. То, что надо знать, например, перед принятием крещения, исповеди, причастия. Здесь делаю уроки. «Паства моя – это в основном русские, украинцы и белорусы», говорит отец Марок. А ещё немало студентов из Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. По выходным на службу приходит около ста человек. Конечно, по большим праздникам здесь яблоку негде упасть, говорит настоятель, отмечая, что заглядывают сюда и православные. А ещё отец Марок мечтает наконец-то обзавестись колоколом и настоящим органом. И дело не только в нехватке денег, но ещё и в состоянии здания. На стенах и под потолком можно заметить трещины. Отец Марок полагает, что резонанс от колокольного звона и настоящей органной музыки может привести к дальнейшему разрушению. Однако архитектор собора уверен, что не всё так плохо, хотя проблемы имеются. Там очень сложный рельеф на этом месте, где стоит собор. И, скорее всего, вот это вот сложные геологические условия, плюс долгий период простое здание незавершённого, а там разновеликие нагрузки, они дали в своё время вот эту небольшую вот такую деформацию. Там трещины появились, но мы проводили специально потом исследования, ставили маяки, то есть, в общем-то, всё проверили. Никакого развития у этих вот трещин нету. И, в принципе, сегодня можно уже как бы провести там некий косметический ремонт. У нас есть там предложение, как вот, ну как бы не только по ремонту, но как застраховаться, там сделать кое-какие бандажи, для того, чтобы кладка эта нормально уже держалась, и больше никаких там подвижек и трещин не было. Так что, вполне возможно, вокруг Тверского католического собора снова появятся леса. В принципе, ничего страшного. В конце концов, знаменитый Кёльнский собор вообще строили и ремонтировали не одну сотню лет. А барселонская саграда-фамилия и вовсе не завершена до сих пор.